Всем привет, меня зовут Юля, и сегодня я расскажу вам об очень важных для меня книгах. В моей сегодняшней подборке есть и нонфикшн, и художественные произведения, и вы обязательно в комментариях со мной делитесь книгами, которые дарили вам наиболее интересные мысли или каким-либо образом оказывали важное влияние на вашу читательскую жизнь. Меня же на создание этой подборки вдохновила книга «Я легенда» Ричарда Матисона. Я перечитала ее буквально вчера, это крошечное произведение, здесь 200 страниц. У меня в руках вы можете видеть сборник, поэтому кажется, что объем большой читается буквально за вечер, и это потрясающее произведение. Несмотря на то, что я его перечитывала, я успела уже забыть, насколько классная основная здесь мысль. Я сейчас с вами ею поделюсь своими выводами, и эту книгу, даже если вы ее не читали или не слышали про нее, вы можете знать по одноименному фильму «Я легенда» с Уиллом Смитом. Я его еще не пересматривала, но помню, что там были отличия в сюжете, и сейчас, можно сказать, я себя готовлю к его пересмотру. Смотрю всякие интересные мини-документалочки. Вот недавно посмотрела про Уилла Смита. Я вообще люблю и документальное, и просветительское кино. Очень круто, когда интересную тему еще красиво, информативно преподносят, и тебе еще больше хочется погружаться в материал. И очень круто, когда смотришь что-то на тему, которая тебя вообще никогда не интересовала, загораешься этой темой, и появляется желание изучать вопрос дальше. Смотрю такие фильмы и думаю, сколько усилий в них вкладывается, как круто преподносится информация, и хочется, чтобы как можно больше людей про это узнали, и, конечно же, хочется, чтобы крутые работы были отмечены премиями. Как раз сейчас Российское общество знания проводит важную и очень престижную премию знания, где деятели просвещения могут получить награды за свой вклад, в том числе и кинодеятели. Очень круто, что принять участие может любой желающий, связанный с просвещением. Это и учителя, и блогеры, и компании, и лекторы, и многие другие, и премия ежегодная, так что в следующем году вы еще сможете принять участие. А пока вы, как и любой желающий, можете перейти по ссылочке в описании и поддержать понравившегося номинанта. Я пристально изучаю категорию «Просветительский фильм», но там есть еще 10 разных номинаций. Можете рассмотреть все, а можете выбрать близкую вам. Проголосовать можно до 5 декабря, и обязательно пишите мне, какая работа вам понравилась. Я же возвращаюсь к своей подборке и начну немного с сюжета книги «Я легенда», перед тем, как перейти к тем самым мыслям, которые меня настолько захватили и оставили след в моем читательском сердце. И наверняка, если любого читателя, хоть с небольшим даже читательским опытом, попросить назвать несколько книг, где действие происходит в постапокалиптичном мире, то 100% вам такие произведения назовут. Даже если не читая, все равно эта тема достаточно популярна. Есть и сюжеты, где какой-нибудь зомби-апокалипсис начинается, есть сюжеты, где происходят катастрофы с человечеством, дальше что-то случается. И здесь как раз Ричард Маттисон берет такую вроде старую, и на момент написания книги она создавалась в середине 20 века, вроде как подзабытую и такую тему не очень популярную, он берет тему вампиризма. И люди в его книге в обычной американской действительности начинают превращаться в вампиров. Интересная фишка вампиризма у Ричарда Маттисона, у него люди по большей части остаются разумными, то есть ночью это адекватная часть общества, которая пытается реорганизоваться и выстроить заново свой быт, то есть просто люди превратились в вампиров, и им нужно как-то жить дальше, им нужно день на ночь перестраивать. Но при этом есть у нас и главный герой, который не подвержен этому заболеванию, и его еженочно вампиры атакуют, говорят, выходи, превращайся вместе с нами, и хватит обороняться, его там всячески соблазняют, искушают. И вот это состояние человека, который единственный остался человеком, и он находится в постоянной вот этой атаке вампирской, и он думает уже, он настолько физически и эмоционально истощен, что у него закрадываются мысли, они проще ли со всем этим покончить. И настолько это тонко и интересно описывается и с моральной, и с физиологической точки зрения. И может для кого-то это будет грубоватым, но вот я когда читала, я представляла, что если бы такая ситуация была в реальности, вот мне кажется, это максимально приближено к тому, что могло бы произойти. Еще писатель здесь интересно показывает, как герой вот в этой новой действительности встречает своих знакомых из прошлой человеческой жизни, и насколько сложна эта коммуникация, и насколько это душераздирающее явление, когда тебе приходится, когда ты понимаешь, что человек остался в разуме, но теперь он монстр, и он вот к новой этой расе относится. Я не буду вам сейчас спойлерить финал, потому что вот в последнем абзаце, в последних нескольких предложениях как раз вот эта, не знаю, истина открывается. Вот здесь у меня после прочтения было то чувство, когда ты сидишь, и тебя как будто мешком по голове ударили, и ты все полученное ранее в тексте как будто переосмысливаешь. И какая мысль мне здесь понравилась? Насколько сложно противостоять толпе? И вот если кажется, что все тебя окружающее говорит о том, что истина — это вот так и так, что дважды два — это пять, насколько сложно этому противостоять, если ты точно в своей голове и в своем сознании понимаешь, что дважды два — это четыре. И мне очень понравились и впечатлили вот эти вшитые в текст размышления, что такое человечность, что такое норма, и не является ли нормой большинство, не определяет ли большинство ту самую норму и ту самую истину. Это было просто восхитительно и фантастически, и я очень вам советую, даже можете просто где-то найти, скачать, потому что, мне кажется, это произведение, оно уже очень старое, наверняка где-то есть в свободном доступе. Если найду официально и легально, я постараюсь вам ссылочку оставить, но это прямо вот то, что я на вечер очень советую. Ты читаешь небольшое произведение, но у тебя потом огромный поток мыслей. Обожаю такое. И здесь, кстати, Стивен Кинг дал свой отзыв и на обложке. Писатель, который произвел на меня самые сильные впечатления, и сзади он написал, он вдохновил меня, поселив ужас не в европейских замках или вселенных Лавкрафта, но в хорошо знакомой мне американской обыденности. И я хочу и должен делать это. Матисон указал путь, так думал я. Написал Стивен Кинг, и вот обычно его отзывы на книгах, ну, вроде он отдал свое имя, можно его просто использовать на чем угодно, но здесь я абсолютно верю, что он мог это сказать, потому что то, что у Матисона читается вот такой, не знаю, классикой, постапокалипсиса с вампирами, вот Стивен Кинг это больше развивает, дает еще больше психологии, и у него в том же Салем Слот вот эта тема абсолютно прослеживается, полный восторг, и очень вам советую. Следующая книга, которая в такой яркой вспышкой случилась в моей читательской жизни, и вернее она начала эту самую читательскую жизнь, конечно же, я в этом видео не могу обойтись без Гарри Поттера, и когда-то эта книга была, да и до сих пор, наверное, она заложила в меня такие абсолютные идеалы, и эталоны, и дружбы, и сотрудничества, и сложных ситуаций, которые ты преодолеваешь, и я здесь не могу отказать себе в удовольствии хотя бы кратко рассказать вам свою читательскую историю, если что, оставлю ссылочку на ее полную версию, и когда-то мне папа читал «Слуга Гарри Поттера», причем я себя официально и с чистой совестью могу назвать одним из первых читателей Гарри Поттера в России, потому что книги он мне распечатывал сам и приносил в таком самопальном переводе, когда в России издательства «Росман» еще не взялись за официальное издание, и когда начали появляться фильмы, когда уже начали выходить книги, у меня был просто разрыв шаблона, что кто-то еще знает Гарри Поттера, кроме меня, и там была такая интересная история, что папа прочитал мне три с половиной книги сам вслух, а четвертая книга была разбита на две части, потому что большой объем, и первый он прочитал, а вот вторую часть объема четвертой книги все было то некогда, то еще что-то, и мне было так интересно, что я начала читать сама. И вот если бы этого случая не произошло, если бы не восхитительно написанный, такой захватывающий Гарри Поттер, сейчас не было бы этого канала, и неизвестно, начала бы я читать в таких масштабах. Следующие книги — это немножко нон-фикшена в моей читательской жизни, и первая из них — это книга о теле Кэмерон Диас, и вы сейчас, возможно, смотрите на эту обложку, на имя знаменитой актрисы, и думаете, как и я когда-то думала, ну что она может написать, ну что она может рассказать. Наверняка там будут какие-то советы пойти к косметологу, пойти к врачу, или еще что-то такое, но для меня эта книга оказалась действительно очень важным произведением, потому что я тот человек, который физиологию в реальной жизни, а не в книгах и не в фильмах, вообще не выносит. Я просто в ужасе, там от капельки крови, от какого-то, не знаю, от какой-то болезни, я очень брезгливая, и для меня в школе уроки биологии это была настоящая пытка. Вот даже когда дело касалось не физиологии человека, а просто там рассказывали что-нибудь про клетки или даже про генетику, я на этих уроках сидела в состоянии ужаса, мне хотелось закрыть уши, закрыть глаза, и это доходило до какого-то физического ощущения, то есть учитель рассказывает что-то, а я сижу, у меня руки слабеют, я не могу их поднять от того, насколько мне плохо про это слушать, я просто это не переношу. И, соответственно, тема здоровья и тема устройства человеческого организма остались для меня просто вот тайной. И когда мне посоветовали эту книгу, когда я начала ее читать, я просто была готова аплодировать актрисе за то, что она сделала такую замечательную книгу вот для таких людей, как я. Наверняка врачи здесь найдут кучу каких-нибудь несостыковок и может даже скажут плохо написано, но по крайней мере базу о том, как работает здоровый организм, из этой книги можно получить. И я вот думаю, даже мне бы ее надо перечитать, потому что я помню, когда впервые ее прочла, у меня был такой нереальный заряд вдохновения заняться здоровьем, заняться питанием. Действительно, очень-очень хорошая. Я, кстати, знаю, что у Кэмерон Диас вроде еще что-то выходило в этой серии, что-то, по-моему, про долголетие. Тоже можно бы почитать. И еще одна нонфикшн-книга, которую я абсолютно советую абсолютно всем, как снять отличное видео. И если вы сейчас думаете, что я не блогер, я не видеограф, и мне это не нужно, если вы снимаете хотя бы на видео какие-нибудь кусочки из домашних посиделок, или если вы с друзьями тусите, или если вы ходите на концерты и какие-то мероприятия посещаете, если у кого-то из ваших родственников юбилей, и вы идете на этот праздник и просто снимаете на телефон видосики, эту книгу вам прочитать обязательно. Потому что после прочтения и применения базовых, абсолютно простейших отсюда советов, ваше качество ваших этих видосиков домашних возрастет в небывалых масштабах, потому что здесь очень просто, очень понятно рассказывается, как построить кадр, что в нем должно быть, чего лучше избежать, почему лучше снять несколько маленьких-маленьких фрагментов в течение какого-то мероприятия, и потом составить их в одно грамотно, даже неграмотно, вот как здесь рассказывается спланированное видео, чем вы будете снимать видосы по минуте и потом никогда их не пересматривать. Я, кстати, этим раньше очень грешила. Допустим, еду я куда-то с подругой в отпуск, и у меня минута, как мы идем по улице, минута я цветочки красивые снимаю, минута у меня заплыв в море, и вот из этих видосов там в сторис я 15 секунд вырежу, и все, они просто остаются мертвым грузом в телефоне, но насколько грамотнее и насколько круче их составить, и здесь рассказывается, как это сделать, очень простая, очень крутая книга, и всем, кто занимается видео, и неважно, с каким профессионализмом, я ее очень советую. Следующая книга, это практически мое настольное произведение, это Нил Гейман и его творите, и здесь мне в первую очередь нравится концепция успеха, то есть Нил Гейман обозначает какой-то успех, который вы себе прогнозируете или которого вы мечтаете добиться в виде горы, которая маячит у вас на горизонте, и к этой горе вам постоянно нужно делать маленькие шажочки, и вот каждое действие в жизни начинает оцениваться с точки зрения этого шажочка, приближает он вас, пусть и на несколько миллиметров к вашей цели, или отдаляет, или вы просто стоите на месте. Единственное, важно на этом не зацикливаться полностью, и не сойти с ума в движении к этой горе, и плюс Нил Гейман здесь очень доступно, очень просто, и очень вдохновляюще рассказывает о том, почему нельзя бросать творчество, и почему иногда так бывает, что вы делаете и создаете что-то творческое, но, допустим, это не находит отклика и успеха, или вам кажется, что все это бесполезно, или нет творческих идей, вот что с этим делать, Нил Гейман рассказывает свои речи. Кстати, эта книга сделана по реальной речи Нила Геймана, которую он давал выпускникам Филадельфийского университета, и я вам оставлю на нее ссылочку, можно послушать и вживую, но вот мне нравится ее именно в таком осязаемом варианте держать в руках, перечитывать, она еще очень здорово иллюстрированная, и это вот действительно одна из моих настольных книг, и постоянно меня вдохновляющих книг. Как является такой книгой и «Океан в конце дороги», без упоминания которого не обходится ни один список моих любимых книг, и действительно, это одно из двух моих любимых произведений, которое дает мне нереально огромную почву для размышлений. Здесь история о человеке, который попадает в места, где проходило его детство, и начинает вспоминать некоторые детали этого детства, которые оказывают и серьезное влияние на его взрослую состоявшуюся личность, и когда он анализирует эти фрагменты, и они здесь, естественно, подробно рассказываются, он понимает, что происходило, и Нил Гейман здесь, конечно же, работает в жанре магического реализма, то есть мы встречаем здесь и древних богов, и чудовища, но все это является одним большим сравнением, одной большой метафорой, всем детским страхом, и тому, что мы можем рассмотреть и найти в своем детстве, в своих детских травмах. Я вообще считаю эту книгу огромной психологической работой, которую и ты проводишь сам над собой, просто ее читая. Советую еще очень вот это издание, здесь иллюстрации идеально подходят именно содержанию, именно атмосфере. Книга в этом варианте тоже есть на русском языке. А вот дальше я расскажу вам про одну книжную серию, которая во многом сейчас определила читательское направление моего канала, и благодаря которой я читаю сейчас современное фэнтези, и с удовольствием вам про него рассказываю. Конечно же, я говорю про Джо Абер Кромби и его трилогию «Первый закон», и если бы мне в руки не попало вот это издание, вот эти книги, сейчас вряд ли бы мы с вами читали в таком количестве современное фэнтези, потому что для меня всегда фэнтези классное, серьезное и продуманное. Это было фэнтези Толкина, это самое-самое из позднего был Глен Кук и его «Черный отряд». Все, что я слышала про современников и про Патрика Ротфуса, и про Джо Абер Кромби, я как-то очень так снисходительно и очень глупо думала, ой, ну что они могут, как они могут переплюнуть «Властелин колец», вот настолько я была закрыта в своих стереотипных представлениях о качественном фэнтези. Но как только я начала читать «Кровь и железо», у меня как будто пелена с глаз упала, настолько мне понравилась, мне понравилась динамика, мне понравился «Черный юмор», какие же классные у него такие продуманные и живые персонажи, когда ты читаешь эту книгу, ты как будто проживаешь с ними вместе и воспоминания, при этом это мрачная черная фэнтези, очень физиологичная, очень правдоподобная и, возможно, для кого-то грязноватая не в плюс этой истории. Но когда я начала читать Джо Абер Кромби, для меня это было вот свежее дыхание и просто взрыв во всем, что я читала из фэнтези раньше. Кстати, Джо Абер Кромби, вот конкретно его первый закон, с чего начать, я могу посоветовать еще и тем, кто считает, что фэнтези это детские сказочки, потому что Джо Абер Кромби доказывает, что это вообще не так. И я считаю, что абсолютно всем вот именно этот его цикл стоит хотя бы попробовать. Я, кстати, делала гид по произведениям Джо Абер Кромби, ему уже пара лет, но он абсолютно актуальный, так что посмотрите и начинайте читать. И, наконец, книга, которая случилась со мной буквально в этом году, это Терри Пратчетт и его народ или когда-то мы были дельфинами. И, опять же, наверняка вы знаете десятки произведений, которые строятся на столкновении двух непохожих миров. Он из одного мира, там, допустим, примитивного, она из другого мира высокоразвитого и начинается какая-то любовная история, начинается какое-то столкновение. Если дать и послушать такое описание про эту книгу, ну, мало кто заинтересуется и можно подумать, что это что-то совершенно обычное и проходное, но Терри Пратчетт абсолютно идеально по-философски. Очень тонко раскрывает эту тему и действительно здесь показывается столкновение двух миров, каждый из которых олицетворяет конкретный человек. Девочка, которая наследница королевского рода, она выросла вот вся в традициях, она идеально воспитана, и мальчик, который практически из дикого племени, и в результате катастрофы они оказываются в одном месте и им нужно как-то приспосабливаться, им нужно взаимодействовать. И это вообще не любовная и не романтическая история. Это книга о том, как важно понять и принять человека из абсолютно другого мира. И даже если кажется, что ваши взгляды на жизнь, это устоявшаяся традиция, это просто каменные стены, которые не пробьешь ничем новым, насколько важно попытаться понять другого человека и возможно вместе с ним ты получишь целый новый мир. Это были одни из самых важных книг в моей читательской жизни. Обязательно напишите мне, какие бы вы внесли в свою подобную подборку. Я же на похожую тему еще с удовольствием бы сняла видео про важные книги в каждом жанре, ну допустим, с чего начинать читать темное фэнтези, какие любимые, лучшие и важные книги я прочитала, допустим, в городском фэнтези или в нонфикшене. Если вам такие темы будут интересны, обязательно дайте мне тоже об этом знать и увидимся с вами совсем скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok